Здравствуйте! С Вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим влияние техногенных катастроф на течение Гольфстрим, климатический обзор за неделю, литературные остановки в Волгограде, объединение людей во время урагана. В предыдущем выпуске мы увидели, что в последнее время всё чаще появляются сообщения учёных о том, что течение Гольфстрим замедляется и изменяет своё направление. К нарушению течения Гольфстрим и последующему резкому похолоданию в Западной Европе и на восточном побережье Северной Америки, помимо таяния ледников Гренландии, также способствуют техногенные катастрофы в Атлантическом океане. Так, во время крупнейшей аварии на нефтяном месторождении Тайбер в Мексиканском заливе в 2010 году 200 миллионов тонн нефти вылилось в залив. Образовавшаяся нефтяная плёнка начала сковывать движение вод Атлантического океана. Это достаточно серьёзно повлияло на всю систему терморегуляции Гольфстрима, разрушив граничные слои тёплого потока вод течения. В результате осенью 2010 года спутниковые данные показали, что Гольфстрим начал разбиваться на части и исчезать примерно в 250 км к востоку от берега Северной Каролины. Это нарушило нормальный ход атмосферных потоков летом 2010 года, в результате чего образовались аномально высокие температуры в городе Москва, Россия, произошли засухи и наводнения в Центральной Европе, повысилась температура во многих странах Азии, возникли массовые наводнения в Китае, Пакистане и других странах Азии. На воды Атлантического океана влияют и другие экологические катастрофы. В ноябре 2015 года реку Рио-Доси отравили прорвавшие плотину токсичные воды из железно-рудного рудника площадью в 10 футбольных полей. Эту катастрофу назвали самой крупной в истории Бразилии. Атлантический океан постоянно загрязняется вследствие добычи нефти, захоронения твердых радиоактивных отходов, прохождения нефтяных грузопотоков, сброса теплых и горячих вод промышленных стоков и ТЭЦ, миллионов тонн твердых веществ. По различным данным, ежегодно воды океана попадают до полутора тонн только одной нефти. Радиоактивное загрязнение превышает норму почти в 70 раз. Нам следует перестать закрывать глаза на происходящие события и взять ответственность за то, что происходит в окружающем мире. Уже сейчас существуют альтернативные технологии получения энергии, безопасным для окружающей среды способом. Необходимо отбрасывать любые ограничения между людьми и объединять научный потенциал человечества во благо всего общества. Подробнее об этом читайте в докладе ученых «АллатРа. Наука. Исконная физика АЛЛАТРА». Только объединившись на духовно-нравственных основах в единстве народов, возможно выживание человечества. У нас одно место проживания. Земля. Одна нация. Человечество. Одна ценность. Жизнь. Мы сами выбираем, каким быть нашему обществу. В следующем выпуске мы продолжим рассказывать о течении Гольфстрим. Оставайтесь с нами. 14 октября. Таиланд. Сильный дождь вызвал наводнение на улицах города Бангкок. В течение дня на планете было зафиксировано 292 землетрясения. Из них 58 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,5. 15 октября. Португалия. В округах Каимбра и Лаерея бушуют лесные пожары, от которых пострадали более 110 человек. Испания. В результате лесных пожаров площадью 4000 гектаров в автономном сообществе Галисия пострадало 4 человека. Китай. В округе Ичан в провинции Хубей произошел камнепад. Пострадали 5 человек. Канада. В провинции Антарио шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду обесточил 34 тысячи жителей. По городу Мон-Ларьет на северо-западе провинции Квебек пронесся торнадо. В течение дня на планете было зафиксировано 289 землетрясений. Из них 34 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,2. В течение дня на планете было зафиксировано 344 землетрясения. В городе Гимби образовался паводок. Китай. В городском округе Джоушань проливные дожди привели к наводнениям. Эвакуированы 500 жителей. Турция. Сильный снегопад прошел в городе Ардаган. Пуэрто-Рико. В районе города Кагуас сильный ливень вызвал наводнение. А Россия. В городах Адлер и Сочи выпала четверть месячной нормы дождя. В течение дня на планете было зафиксировано 344 землетрясения. Из них 53 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,6. Примеры проявления доброты и человечности. За последнюю неделю в мире возросло количество добрых дел. Все больше людей выбирают позитивные мысли, реализуют добрые поступки. Люди приумножают радость духовную, работая над собой, совершая благие дела. А радость — это как свет в темноте. И чем больше таких огоньков загорается, тем больше света привносится в этот мир, и тем больше тьма отступает. А ведь все очень просто. И каждый может найти в себе этот источник, порождающий безбрежность жизни внутренней. Он безграничен и бесконечен. И он дает жизнь тем, кто принимает его на глубинном чувстве. Он дает жизнь тем, кто уже совершил свой выбор и живет им каждый день. И сегодня поговорим об инициативе активных молодых людей из Волгограда, благодаря которым в городе появились литературные остановки общественного транспорта, где на плакатах можно увидеть изображения знаменитых писателей и поэтов страны со строками из их произведений. Плакаты эти рисовали сами участники. Деньги также собирали своими силами. Таким образом, каждый внес лепту в общее дело. На данный момент облагорожены уже 17 остановок. И участники-активисты не собираются останавливаться на достигнутом. В планах молодых людей реализация проектов, посвященных настоящим людям, заботящихся об окружающих их людях. 17 октября. Китай. От тайфуна Ханун, который обрушился со скоростью ветра до 56 метров в секунду, на провинцию Гуандун пострадали 972 тысячи человек. Свои дома вынуждены были покинуть 407 тысяч человек. Узбекистан. Шторм обрушился на города Бухара и Ташкент. Индонезия. В провинциях Центральная Ява и Восточная Ява в результате обильных дождей сошли сели и оползни. В районе Кибумен зафиксировано наводнение. Грузия. Вышедшая из берегов река затопила западную часть города Кутаиси. Вьетнам. В стране продолжаются наводнения. От проливных дождей пострадал город Хо Ши Мин. Бразилия. В штате Мату Гроссу прошла песчаная буря. Канада. В городе Ванкувер проливные дожди вызвали паводок. В течение дня на планете было зафиксировано 370 землетрясений. Из них 48 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,3. 18 октября. Филиппины. В районе города Замбаанга на острове Менданао сильные дожди вызвали наводнение. Разрушены 200 домов. Эвакуированы 12 тысяч жителей. Испания. В некоторых городах автономного сообщества Андалусия сильные ливни подтопили улицы. От сильного ветра пострадал город Вальс. Аргентина. От шквалистого ветра пострадала провинция Буэнос-Айрис. Канада. На провинции Альберта и Соскачеван обрушился сильный ветер. Уругвай. Сильный ветер обрушился на департамент колонии. Индонезия. В городе Маланг возник паводок. Тринидад и Табага. Остров Тринидад пострадал от наводнений. В течение дня на планете было зафиксировано 367 землетрясений. Из них 49 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,4. В штатах Рио-Гранди-де-Сол и Парана сильный ветер повредил множество зданий. Мексика. В муниципалитете Талука прошел смерч и градовый шторм. США. В штате Флорида образовался провал грунта размером 7 на 4 метра. Филиппины. Тайфун Лан вызвал паводок в городе Думагетти. Россия. Сильный ливень подтопил улицы в городе Уфа. В течение дня на планете было зафиксировано 334 землетрясения. Из них 61 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,1. Всякий малый свет угоден Богу. И таким малым светом может светить каждый из вас в окружающей тьме. Своей добротой, своей лаской и приветливостью, своим милосердием, святой любовью своей и благочестием вы можете светить в этом мире. Святитель Лука, воина Ясенецкий. 20 октября. Австралия. В штате Квинсленд продолжительные проливные дожди вызвали наводнение. В течение дня на планете было зафиксировано 323 землетрясения. Из них 65 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,6. В 2013 году в журнале Geophysical Research Letters было опубликовано исследование, что вследствие повышения температуры в Западной Европе количество ураганов будет возрастать. Так ураганофелия стал самым восточным ураганом за всю историю метеонаблюдений. Ослабнув до тропического шторма, ураган продолжает оставаться аномальным для региона. За прошедшую неделю от шторма пострадали Великобритания, Ирландия и Шотландия. В Ирландии были обесточены 360 тысяч домов. Впервые в истории страны вследствие шторма было объявлено чрезвычайное положение. В течение недели крупный и аномальный град прошел в нескольких городах и странах. За прошедшую неделю первый снег выпал в нескольких населенных пунктах. На протяжении недели в стадии извержения находилось 36 вулканов. В течение недели произошло 462 землетрясения в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине, не превышающей 20 километров. Наиболее активными были вулканы Ак-Яр-Лар, Турция, Лонг-Вэлли и Клер-Лейк, Калифорния. Также произошло 15 землетрясений в 20 километрах от кальдеры Йеллоустон с максимальной магнитудой 1,8. Всего за неделю более 419 тысяч человек стали климатическими беженцами. Разрушительные катаклизмы, обрушившиеся в 2017 году на планету, показали готовность людей протягивать друг другу руку помощи и дружбы. Так, ураган Харви, пронесшийся в августе 2017 года по югу страны, привел к разрушительным наводнениям в штатах Техас и Луизиана. Сотни жителей оказались в водяной ловушке. На помощь затопленному Хьюстону из города Баттон-Руш на лодках и катерах выехала группа волонтеров Каэн-Нави. Невзирая на проливной дождь, они принимали звонки о помощи, забирали пострадавших из многоквартирных домов, отвозили на сушу и снова пускались в путь. Для помощи тем, кто не мог самостоятельно выбраться из воды, люди организовывали живые цепочки. Все чаще на просторах интернета стали появляться фотографии примеров взаимопомощи и доброты. Как важно, особенно в такое непростое время, нам проявлять свои лучшие качества, доброту, нравственность и духовность. И всегда и везде оставаться людьми, готовыми протянуть в трудный момент руку помощи и дружбы. Объединение людей – залог выживания человечества. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. До новых встреч!